Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Стоит отметить то, что эта пятидневка оказалась крайне удачной для нас как трейдеров. Трейдеров, которые верили в американца, потому что за редким исключением большинство наших идей очень неплохо отрабатывают сейчас. Я понимаю то, что еще не вечер, но и не забывайте, что у нас в принципе сегодня также не совсем тривиальная и обычная торговая сессия. У нас на повестке, по сути, закрытия недели есть еще два отчета. Это интересно для нас, потому что это отчет, касающийся рынка нефти. Отчет Baker Hughes по количеству нефтиных терминалов и в 21.00 по московскому времени. И в это же самое время будет выступать Джанет Киллин, которая возглавляет американский регулятор. Доллар уже получил достаточно поддержки, поводов для фундаментального роста. Но я думаю то, что есть еще, скажем, на десерт у нас планы дождаться дополнительной поддержки со стороны Джанет Елен и еще больше прокатиться восходящей динамики по американцу против иены. Если этот сценарий будет оправдан, то рисковые активы просядут еще сильнее. Я надеюсь, что мы сможем наблюдать, к примеру, USDCAD уже в самой непосредственной близости от отметки 1.35. Евро-доллар, к примеру, ниже планки 1.05. Ну, что тут остается всего лишь 20 пунктов. Австралийцы, новозеландцы еще пониже. Золото продолжит снижаться в связи с этим. В общем, все в конве, опять же, тех инвестиционных идей, рекомендаций, которых мы с вами придерживаемся очень давно. Это прекрасный, скажем, задел перед выходными, потому что всегда приятно уходить на выходные с хорошим настроением, с профитом. И я, как и всегда, а я такая легкая, напутственная речь, надеюсь, что эти выходные пройдут очень хорошо. Вы не расселяете позитив, соберетесь еще большими силами. В понедельник мы с вами снова увидимся и продолжим спекулировать на финансовых площадках. Ну, а теперь давайте разберем, что же интересного было у нас вчера. Рынок нефти. 55,04. Резкое снижение, можно даже сказать, в формате тех потерь, которые нес рынок углеводородов. Это серьезные расподажи. Это самый настоящий провал. Сейчас котировки чуть выше 55,55,11, соответственно, долларов за баррель. В отношении нефти картина не меняется, но очевидно после вчерашних распродаж то, что трейдеры уже начинают фокусироваться на медвежьих сигналах. Во-первых, рост доллара благодаря Трампу, благодаря усилившимся ожиданиям того, что 15 марта мы дождемся с вами повышения процентной ставки. И благодаря вообще такому географическому центру внимания сейчас, как Соединенные Штаты Америки. Потому что США нас радует, безусловно, статистика. Ну, нас как медведи, конечно же, быки-то не очень рады наблюдать такие цифры. Но мы уже говорим, что в Соединенных Штатах Америки рекордные показатели по запасам, рекордные показатели по количеству нефтяных терминалов за год, рекордные показатели по добыче, также в годовой перспективе, и исторические максимумы по экспорту. Я вчера делал акцент на цифры конкретные, а сейчас США экспортируют уже больше, чем 1,2 миллиона баррелей в сутки. По количеству объема добычи за прошлую неделю прирост плюс 31 тысяча. Соответственно, мы сейчас говорим об общей выработке в 9,03. Количество нефтяных терминалов в 602 станции сегодня. У нас Бейкер-Хьюз. Отсчет, я думаю, что может быть вырастем еще на 5,7. Тем более, что вот интересное наблюдение, что на самом деле сейчас развитие технологии позволило вывести, сделать этот сланцевый бизнес рентабельным, даже при цене на нефть в 35 долларов за баррель. Учитывая текущие котировки, здесь сам Бог велел, собственно, и дальше делать ставку на этот бизнес, и дальше получить хорошую маржу прибыли, потому что цены конъюнтора этому способствуют. То есть, вывод простой. Количество терминалов будет расти. И вы помните прогноз, опять же, Минэнерго. То, что объемы добычи нефти в этом году, к концу года в США, будут уже примерно 9,3 миллиона баррелей в сутки. В 2018 году 9,6-9,7. Количество терминалов перевалит за 650 штук. И снова вопрос на засыпку. Но если Штаты при меньшем количестве нефтяных терминалов, при меньшем показателе на сланцевой добыче смогли увеличить производство на 600 тысяч баррелей буквально за 7-8 месяцев, представляете, каким уровнем нам стоит готовиться на перспективу. И уже сделка ОПЕК и прочих производителей, которые не входят в эту организацию по ограничению добычи на 1,8, она явно выглядит уже не таким уж позитивным знаком для всего рынка углеводородов. Поэтому по нефти, как и раньше, мы с вами ставим на снижение хорошо, то, что оно уже пошло. 55 важный уровень поддержки. Нам нужно закрепиться ниже. Я надеюсь, что именно это сегодня и произойдет. Рубль девальвируется. Мы ждали только одного недостающего звена в системе рисков для национальной валюты. Это слабый нефть. Дождались. Рублю не на что делать сейчас ставку в плане позитива. Поэтому при сохранении коррекционного импульса на рынке черного золота, рубль сегодня 100% будет с открытия девальвироваться. Дальше мы увидим котировки выше 59 и будем претендовать уже на возвращение в район 60 рублей против американца. Доллар японская иена. Здесь что ни день, то сплошной позитив с точки зрения статистики. Действительно, неделя очень крутая для доллара, результативная. Следующая неделя будет не менее крутая, поскольку мы с вами переключаемся на сильнейший, важнейший отчет по рынку труда. Non-farm perilous. У нас в следующую пятницу будем за ним следить. И понимаем то, что статистика такого формата это еще один потенциальный аргумент в пользу решения того, чтобы ФРС торопился с повышением процентной ставки. Вчера из макроэкономических отчетов можно было отметить заявки на пособие по безработице. 223 тысячи обращений против прошлого 242 тысячи. И с особым удовольствием я делаю акцент на то, что это лучший показатель не просто за месяц, лучший показатель за полугодие, за год. Это лучшее значение, лучший показатель за 44 года. 104 недели подряд показатель держится ниже 300 тысяч и восстановительный тренд самый лучший 73 года. Статистика лучше, в принципе, быть не может. Я уже говорю, присоединяясь к позиции представителей ФРС, что американский рынок достиг целей по занятости. Инфляция тоже уже на уровне целевого значения. И ФРС, по сути, никак не сможет оправдать решение промедления с ужесточением монетарной политики. То есть здесь не нужно искать какого-то подвоха, нужно просто смириться с тем фактом, что нужно повышать процентные ставки. И интерес к доллару сейчас растет не только благодаря Трампу, который сделал акцент на возможности увеличения бюджетных расходов через, опять же, расходы на инфраструктуру в формате 1 триллиона долларов. Правда, это еще нужно согласовать в Конгрессе. Доллар растет еще на увеличение уверенности в том, что 15 марта мы с вами увидим очередного роста косочных процентных ставок. И эти ожидания, опять же, поддерживаются голосующими членами ФРС. У нас выступали в последние полторы недели Дадли, Уильямс, Локкарт, Розенгрен. У нас были комментарии со стороны Паулса, Харкера. Все они единогласны в том, что ставку нужно повышать. Первыми, в принципе, на столь хороший фундамент, на комментарии, ястребины и заявления представителей ФРС и на то, что сказал Трамп в Конгрессе, отреагировали доходности американских трежерис. Если вы сейчас посмотрите на динамику этих бумаг, то сможете увидеть, что двухлетки торгуются на максимуме с 2009 года. Примерно 1,32% доходности. Десятилетние бумаги добрались снова до планки 2,5%. Индекс доллара перевалился за 102, и в этой связи, конечно же, американец будет продолжать пользоваться колоссальной поддержкой. Я думаю, что мы уже с вами в новой стадии формирования возвращения к прежнему восходящему тренду, который сможет завестить пару доллар-японской иены гораздо выше планки 115. Поэтому, как и раньше, сохраняем длинные сделки и ждем более высокие значения сопротивлений. Евро против доллара. Вчера из статистики можно было выделить уровень безработицы 9,6 по еврозоне и индекс потребительских цен. Основное значение индекса 2% со прошлого 1,8. То есть цель Европейского центрального банка достигнута. Но я надеюсь, вы помните, что мы с вами по рекомендации Европейского центрального банка сейчас обращаем больше внимания не на общий индекс потребительских цен, а на базовую инфляцию. Она в годовом выражении по-прежнему далека от цели. 0,9% и пока что роста нет. Значит, все те самые посылы, связанные с сохранением действий экономических стимулов, они будут актуальны и дальше. Мы говорим сейчас про усилившийся спред доходности, особенно после того ралли, которое по американским трежериям наблюдается в последние дни. Мы с вами говорим про политические риски, выборы во Франции, апрельский тур, майский тур. Говорим о том, что реализоваться может все что угодно, потому что на рынке в последнее время не происходит то, что меньше всего прогнозируешь. И вполне возможно, что Морили Пен станет президентом. Почему бы нет? Спорить с этим точно нельзя, потому что ситуация с Трампом была похожа. Все с удовольствием наблюдались за противостоянием, поговорили о том, что Трамп может стать президентом, но понимали то, что вероятность этого крайне низка. И кто сейчас 45-й президент США? Конечно же, Дональд Трамп. Поэтому в рамках еврозоны, с точки зрения политических рисков, быть может все что угодно. Евре, ну, негде найти сейчас фундаментальной поддержки, особенно на фоне растущего доллара. Поэтому я рекомендую и дальше оставаться в короткой позиции и ждать снижения пары ниже отметки 1.05. По опросам Reuters, большинство экспертов цель на ближайший год ниже отметки 1.03. Я думаю, что до этого уровня мы доберемся гораздо раньше. Фунд против американца болезненно отреагировал на последний отчет по активности в производственном секторе. Статистика действительно слабая. Но я предлагаю сейчас все-таки, пока держится поддержка 1.22, как я и говорил, стараться на рынке видеть позитив. Вот, в частности, сегодня в 12.30 будет публикован отчет по активности в сфере услуг. На эту отрасль приходится большая часть экономического роста. Поэтому вполне возможно, что рынок найдет поддержку там. Тем более, что вот вчера, вопреки ожиданиям, строительный сектор вырос. Но он, к сожалению, не способен взбодрить настолько трейдеров, чтобы развернуть, опять же, в другое русло движение валютного актива. А вот сфера услуга может. Поэтому, если сегодня будут хорошие цифры, возобновление роста фунта против американца вполне возможно. Также я делаю ставку на, опять же, 50-ю статью Лиссабонского договора. Ее инициируют, скорее всего, в конце марта. До этих пор, я думаю, что есть еще возможность поспекулировать на локальном позитиве. Не забывайте про те параллели, которые мы проводили с парой евро-фунта. В любой момент ослабление этого, до этого валютных активов, может оказать еще больше поддержку фунту. Потому что, в данном случае, фунт будет превосходить вот эти как косрочные медвежьи ожидания. Из-за того, что риски в еврозоне политически сейчас более актуальны, наверное, более интересны, чем будут превалировать над рисками Брэнзита. До тех пор, пока мы не увидим ввод в действии этой статьи, то есть до конца марта, я думаю, что нам не нужно говорить о негативных последствиях Брэнзита. Поэтому рекомендация сохраняется прежней. Покупка. Да, до тех пор, пока пара торгуется выше отметки 1.22. USDCAD. Вчера вышли данные по ВВП. Как мы с вами ожидали, статистика плохая. 2,6% годовой отчет. С прошлого 3,8%. В месячном выражении также снижение с 0,4% до 0,3%. До этого мы с вами видели слабый отчет по роничным продажам. До этого мы с вами говорили про сопроводительное заявление Банка Канады, где было обозначено множество рисков, связанных со снижением темп роста темпов зарплатных плат, что уже практически готовит нас к слабым показателям БВП в первом квартале 2017 года. Ставку Банка Канады, разумеется, не будет повышать. Против канадца действует сейчас доллар, против канадца действует и нефть. Поэтому USDCAD – прекрасная возможность для того, чтобы ставить на покупку и извлекать из этого профит. Мы уже с вами в хорошем профите, но хочется прям снять и сливки. Произойдет это после того, как мы коснемся сопротивления 1.35. Но такими темпами сейчас пара торгуется на 1.3390, хайп был на уровне 1.34. Произойти это может, почему бы, если не будет ошибки, если скажем, что даже до конца сегодняшней торговой сессии. Ну, если что, подождем еще несколько дней. Австралийцы и новозеландцы активно снижаются. Здесь рисков хватает и национальных, но, наверное, все-таки основной – это рост американца. Австралийцы на следующей неделе будут наблюдать за резервным банком Австралии по поводу процентной ставки. Ну, ее 100% не снизят. Поэтому послушаем, опять же, комментарии. Я думаю, что снова будут обозначены, опять же, риски более высокого обменного курса. Вот, собственно, то, что было сказано вчера вилером, который выставляет резервный банк в Новой Зеландии. После этого Новозеландец просил. Повторение подобной риторики уже со стороны руководителя Резервного банка Австралии, Филипп Ло, может дать дополнительный коррекционный импульс для и австралийца. Сейчас пара торгуется на отметке 0.7554. Ждем ее гораздо ниже. Примерно в долгосрочной цели 0.72. NZD и USD 0.7032. Ждем тестирования поддержки 0.70. Золото я сегодня верю в то, что Джанет Хьеллен сможет придать дополнительный импульс роста для доллара. Соответственно, ставлю на ослабление. Сейчас котировки 1.233. Думаю, что будет круто, если сможем добраться до поддержки 1.220 долларов за тройскую унцию. И американский фондовый рынок, как и раньше, верю в его могущество по факту предстоящих стимулов со стороны Трампа. И верю в то, что несмотря на кажущуюся очевидную перегретость этой секции, еще будут неоднократно переписаны исторические максимумы. Из важных событий сегодняшнего дня. В 12.30 сектор услуг Англии ждем поддержки для фунта. В 18.00 сфера услуг АСМ США ждем поддержки для доллара. И в 21.00 сразу два отчета важных Бейкер Хьюз по количеству нефтяных терминалов. Там прирост практически нет сомнений. И давление на нефть. И выступление Джанет Хьеллен. Соответственно, дополнительная поддержка для доллара. И с этой поддержкой мы с вами закроем пятницу, неделю и уйдем на выходные. На этом, собственно, все. Не забывайте о том, что сегодня последний раунд битвы на РБК. Очень надеюсь на вашу поддержку. Собственно, после эфира сегодня будет открыто голосование. Если вам не трудно, прошу перейти по соответствующей ссылке, проголосовать. По возможности дать голос за меня. Буду очень благодарен. Ну, а увидимся с вами уже в понедельник на брифинге и на вебинаре, который пройдет в 16.30 по Москве. Не забывайте, что несмотря на все созданные на рынке условия и кажущиеся очевидным движение валютного актива, всегда нужно контролировать риски. Не злоупотребляйтесь причем. Пожалуйста. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания.